Ом Ти Ви Юэй про Головне. Ну и вишенка на торте с сегодняшнего дня. Самолеты Люфтваффе. На фоне, как они говорят, угрозы нападения России начнут патрулировать воздушное пространство стран Балтии. Шесть истребителей Еврофайтера и около двухсот немецких солдат уже сейчас размещены на латвийском военном аэродроме Лейл-Парда. Дружественные дроны заставили воспылать любовью к Украине нефтебазы в Орле и Нижегородской области. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно это терпеть? Освободительные подразделения российских военных зашли со стороны Харьковской области на территорию оккупированных Московской хунтой, Белгородской и Курской народной республик. Окупанты, которые служат кремлевскому режиму, понесли значительные потери в технике и живой силе. Вот чего ожидала Россия и от Соединенных Штатов, и от так называемого коллективного Запада в целом. Посмотрите, что прилетает. Сегодня со стороны Украины прилетело на голову наших детей. Ну каждый день. Это уже невыносимо. Ну посмотрите, посмотрите. Это мы еще не закончили. Только начали. Находим просто каждые пять минут. Посмотрите, что прилетает. Сегодня со стороны Украины прилетело на голову наших детей. Ну каждый день. Это уже невыносимо. Ну посмотрите. Посмотрите, это мы еще не закончили. Только начали. Находим просто каждые пять минут. Представляете, кошмар. Этим летом уже будет наглядно видно, как распадается НАТО, как распадается Евросоюз, как распадается так называемая единая валюта. Всю ненависть, которую они навязывают сегодня, всю эту ЛГБТ, технологию, вот это вот все, вся эта грязь, она уйдет. Вопрос только, какой ценой и как быстро общество осознает, что свет побеждает тьму. Мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Короче, приедем, три месяца даем юлей нацика, мы домой. Обещаем. Что, парни, обещаем? Собода! Ура! Путин президент мира! Ура! 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 Да-да-да. Наверное, никто так в последнее время, в эти годы не боролся за территориальную целостность Украины, как Российская Федерация. А это Мария Львова-Белова. Уполномоченная по правам ребенка в РФ. Она расписалась в соучастии в геноциде украинцев, заявив, что занимается отправкой детей из Мариуполя на усыновление в российские семьи. Жуткие преступления украинских детей, которые Львова-Белова собралась исправлять, это плохие отзывы о пересиденте РФ, распевание гимна Украины и произнесение фразы «Слава Украине». Запомним это рыло. Возьмем на заметку. Вот такое снаряжение выдают чмобикам. 1940 год. Страна наглухо застрявшая в прошлом. Вот так вот, ребята, мы мобилизованные люди. Приехали, в поле выгрузили. Выгрузили. Нихуя нету, костер жгем. Сжигаем костер, подниклощечку разбираем, разбираем это. Разговаривали с вами, старший лейтенант медицинской службы запаса. Призвали по мобилизации. Всем привет. Что так записываешь? Никто не ждет. Вот так вот сумки стоят, майданы. Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Обещали завтрашнимут рубли. Даже палатку с печкой не дали. Ночути в поле, и пофиг. Автобус уехал, никто никому не нужен. Сухпая не было. Спасибо, Березники, конечно. Подъемных не было, ничего не было. Как стадо баранов загнали. Хотите жить, сдавайтесь в плен. Хотите жить, боритесь. Боритесь на своих улицах и за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки, есть дворцы, есть виноградники. А может у вас есть яхты, или какой-то банк. Вы за что вообще боретесь? У вас есть только кредиты. Что-то вечером пожрать, и теперь мобилизация. Боритесь за свое. Не лезьте на нашу землю. В нашу душу и в нашу культуру. Слава Украине. Не нефть и газ. Наш преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наша преимущество Путин. И мы его должны защитить. Путин президент мира. Ура! Ура! Российские власти сегодня утром сообщили, что на территории Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа из Украины. По поручению председателя Следственного комитета, 10-летний Федор награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага за героизм и самоотверженность, проявленные во время происшествия в Климовском районе Брянской области». Я чувствую в нем огромную богатырскую мощь. Один до 11-летний мальчик Федя, который побеждает, побеждает своим подвигом всю эту свору, осатаневших нацистских псов вооруженную. Это псы, это звери, это нелюди, стреляющие в детей безоружных, водителей автобуса, мрази. И вот один мальчик берет и своим подвигом, своей силой пуля в груди. Он встает, спасает девочек, скрывается в лесу, и потом, спасая их, добирается до больницы. С пулей в груди. 11-летний мальчик стал грудью за девочек и принял в эту грудь пулю от подонков. Ну, там многому еще можно подумать, знаешь, даже само это имя Федор, ведь это дарованный богом в этом имени, но очень много вообще русского всего. Я была на Украине, наверное, где-то в 90-х годах. Уже тогда они практически все были в сектах. То есть уже православие уже припиралось. Они больше только почитали в сектах. Это уже в те годы. Вот дальше назревало, дальше и больше. Наша главная почитаемая святыня в России, это одна из главных федоровской иконы Божьей Матери. Вот, кстати говоря, она здесь у меня висит. Это федоровская икона Божьей Матери, подаренная мне старцем Власием. Это духовная скрепа. И схожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану. Видно, что военная кампания идет не по плану, что она вошла в самую невыгодную для нас, для русских вообще форму, в затяжную форму. Сегодня стало известно, что американский служащий Дэвид Фрэнклин Слейтер сливал военные тайны через сайт знакомств русским. Отставной подполковник американской армии прикомандирован к силам стратегического командования вооруженных сил США. Именно это командование отвечает за ядерный арсенал. 63-летний Слейтер. Работал на авиабазе АФАТ и имел доступ к секретной информации, в том числе к брифингам по конфликту на Украине. И все эти данные он охотно передавал некой красотке из интернета. Красотка, предположительно, из СВР. Хотя представилась она, естественно, украинкой. Продолжение следует...